Ну что, мои маленькие любители больших автомобильных путешествий, сегодня у нас контент для вас. Познакомьтесь, это новый автодом, который называется Навигатор. Ну а сделала его колобинская компания Автокемперпром, которая, кстати говоря, делала и автодом на базе Лады Гранты, который мы для вас снимали зимой. Но эта машина, поверьте, куда интереснее, и она точно подойдет для путешествия большой компании. И поэтому сейчас об этой тачке мы расскажем вам во всех подробностях. Вы на канале Автору, меня зовут Александр Мирошкин. Не забывайте о том, что с вас лайки, подписки и комментарии, а с нас годный контент. И мы начинаем. Хорошие машины продаются на Автору. В компании Автокемперпром говорят о том, что серьезных технических изменений донор этого автодома не пережил. Но глядя на все вот это, поверить в это довольно трудно. И первое, что вам нужно знать об этом кемпере, его сделали на базе Патриота. Да, это не пикап, это не профи. Это был именно Патриот, у которого отпилили заднюю часть крыши, нарастили раму и поставили на нее вот этот жилой модуль. И это же потребовало доработки задней подвески. Там у нас стоят более мощные рессоры и новые амортизаторы. Вы посмотрите на их диаметр. Это вот, ну, рука взрослого мужчины. При этом по силовой установке здесь ничего не делали. Под капотом все еще стоит бензиновый мотор ЗМЗ, та же механическая коробка, та же раздатка и тот же подключаемый полный привод. Но некоторые из вас могли обратить внимание на вот эту надпись «Дизель». Нет, это нужно не для двигателя внутреннего сгорания. Этот бачок для автономного отопителя. И я абсолютно уверен в том, что вам уже не терпится заглянуть внутрь и посмотреть, что же там находится в жилом модуле. Но перед этим давайте обойдем машину по периметру и посмотрим, что интересного есть снаружи. Поверьте, там тоже есть о чем рассказать. Одно из ключевых отличий навигатора от «Лады Гранты», которую мы снимали и про которую я рассказывал, ссылка на этот обзор будет в описании, это вот такое вот окно во внешний мир. Оно поднимается, и вы можете обедать, наслаждаясь природой, красивым видом или куда вы там обычно путешествуете. Вот этот стол можно вынуть, но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Пошли смотреть, что здесь дальше снаружи есть. Кстати говоря, газовые упоры довольно плотные, поэтому если даже, например, снег упадет на вот эту створку, вряд ли она сразу закроется. Здесь у нас горловина для наполнения бака чистой водой, а тут за этой дверью с вот такими вот замками у нас скрывается, ну, скажем так, вся коммуникация. Тут биотуалет, и я попрошу обратить внимание, он здесь полноценный, не как в Гранте. Там был картридж, который надо было отдельно вытаскивать и чистить. Здесь прям вот все уже по-серьезному. Также у нас здесь есть отсек для подключения воды к душу, чтобы если вы остановились на каком-нибудь более-менее цивилизованном участке земли, и там есть вода, чтобы вам не надо было использовать воду из бака. Ну и куча всяких кранов, коммуникация, вентиляция. Короче, все для того, чтобы вам в этом автодоме было комфортно. Замочки. Естественно, у каждого есть свой ключ, поэтому вы с собой будете связку ключей носить очень большую. Сзади дополнительные фонари. Здесь же у нас место под запаску. Хотя что-то мне подсказывает, что для внедорожного автодома нужно возить с собой, может быть, еще одну или две запасочки. Ну, чисто на всякий случай. И, кстати говоря, это можно здесь сделать, например, положив их на крышу. Правда, придется забираться по вот такой вот узенькой лестнице, но, тем не менее, всяко лучше, чем лазить по стременке, согласитесь. Плюс ко всему, есть фаркоп, а значит, можете зацепить сюда прицеп и возить, например, с собой гидроцикл, яхту, кроссовые мотоциклы. В общем, здесь все приспособлено для того, чтобы вы поехали и отдыхали так, как вам нравится. Пожалуй, одно из самых, скажем так, незаметных изменений экстерьера этого Патриота, это вот такие вот зеркала на длинных ножках. Ну, а нужны они для того, чтобы вы видели, что там за машиной происходит, потому что в задней части она стала, ну, прям, существенно шире. Спереди, в общем, тоже вот появились такие расширители колесных арок, чтобы, если вы едете по грязи, машину всю не закидало. Ну, а спереди у нас вот такой мощный кенгурятник, здесь есть дополнительный свет, и он же стоит вот там вот наверху на жилом модуле. И еще обратите внимание, здесь логотип не УАЗа, а автодома-навигатор. По правому борту у нас здесь находится еще один ящик, куда можно сложить какую-нибудь мелочевку. У него тоже свой индивидуальный замок, обратите внимание. Он, кстати говоря, довольно вместительный, сюда в целом даже какая-нибудь спортивная сумка поместится. Но самое интересное заключается в том, что вот здесь вот на этой стенке закреплены розетки. А значит, вы можете запитать отсюда что-то, что должно стоять на улице. Рядом подключение к внешнему источнику питания. Опять же, если вы приехали в какой-нибудь лагерь, где есть подключение, можете им свободно пользоваться. Наверху, обратите внимание, у нас маркиза большая. Значит, ее можно разложить, под ней поставить стол, стульчики и очень камерно провести вечер. Здесь, да, написано бензин, чтобы вы не перепутали. И это как раз топливо для двигателя внутреннего сгорания. Ну и, наконец-то, мы дошли до двери в жилой модуль. Она у нас с кодовым замком, как на каких-нибудь американцах, там, 20-летней давности. Сама по себе дверь. Ну, не сказать, что очень широкая, зато на ней есть удобный поручень. Вот такой карман для мелочевки и мусорное ведро. Блин, очень удобно. Я пошел внутрь. Ну и для тех, кто жизнь себе не представляет без свежего воздуха, хорошие новости здесь начинаются прямо с порога. Потому что дверь можно оставить открытой, а от комаров вас пасет вот такая вот москитная сетка. У Гранты от Автокемпер Пром, кстати говоря, тоже такая была, но там она была реализована несколько иначе. Она являлась частью двери. И, если честно, я пока не понял, как удобнее, но вот это выглядит вполне рабочим решением. Прямо над входом у нас, скажем так, пульт управления жилым модулем автодома-навигатор. Тут у нас мастер-выключатели, индикатор заряда батареи, индикатор уровня воды в чистом баке и в грязном баке. Плюс ко всему пульты управления автономным отопителем, а также вот такой вот в ретро-стиле указатель уровня топлива в этом самом автономном отопителе. Ну а сверху у нас располагается телевизор со смарт-приставкой, а значит, в любом путешествии можете смотреть любимые сериалы, кино, на ютубе нас можете посмотреть. Короче говоря, максимальное удобство. А здесь, за вот этой дверкой, вся коммуникация. Провода не болтаются, все симпатично. Справа от входа у нас располагается кухонный модуль. Это капсульная кофемашина, но места здесь на самом деле столько, что можно расположить полноценную кофеварку. Правда, тогда придется вот пожертвовать рабочей поверхностью. Но это уж кому как нравится. Здесь плитка электрическая, с одной комфоркой. Но так как это у нас претерийный, скажем так, образец, плитка вот не очень закреплена. Требуется небольшая доработка напильником. Справа раковина. Прекрасный смеситель в современном стиле. Практически Икея. Ну а справа от него места для хранения. Сюда можно поставить всякие специи, положить полотенца, бумажные полотенца, какую-то другую кухонную утварь. И все это не будет валяться у вас по всему салону. Сверху еще пара полочек. Они секционные. 12-ти вольтовая розетка. USB-порт. Снизу, ну конечно же, холодильник. Что за большое путешествие без холодильника? Без большого холодильника. На фоне Lada Granta это прям, ну, прям серьезный агрегат. Там он был сильно меньше, а в верхней части располагается морозилка. Тоже очень удобно. Тут, конечно, еще один ящик. Сюда можно положить столовые приборы. Без проблем все вилки, ложки поместятся. Предназначение вот этой ниши я не очень понимаю. Свою версию напишите в комментариях. А здесь располагается тот самый аккумулятор, который питает на стоянке все розетки, все светильники. Он очень емкий, работать будет долго. Это маленькая белая аккуратная дверь. Открывается у нас вот этой вот кнопкой. И здесь санузел, туалет, раковина, душ. На полу вот такая деревянная подстилка, там же слив. Шторки, 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 шторки. Дополнительная вентиляция здесь есть. И как вы думаете, что вот это вот за круглая черная штука? Поставьте видео на паузу и напишите в комментариях. А я сейчас скажу правильный ответ. На самом деле это стиральная машина. Да, она совсем небольшая, но какие-нибудь трусы, носки здесь постирать точно можно. В принципе, даже можно затолкать какую-нибудь футболку. Но вот крупные какие-нибудь штаны там или куртку сюда уже, естественно, не засунешь. И, конечно, опять полки, ящички, ящички. Там вот даже розетка есть. Блин, как же все удобно и продуманно. Места мало, но удобно. А вот здесь находится та самая штука, которая делает этот автодом четырехместным. Это два отдельных кресла. И на них можно сидеть, когда машина едет, потому что они оснащены ремнями безопасности. И эти же кресла являются, скажем так, неотъемлемой частью столовой зоны. Вот у нас здесь небольшой стол. Но, в принципе, вчетвером здесь пообедать, поужинать или позавтракать можно без проблем. Он такой немножко скошенный, чтобы сюда можно было удобнее забираться. И он не съедал лишнее пространство. А вот тот самый люк, который мы с вами снаружи видели. Посмотрите, какая площадь. Обалдеть! Но здесь у нас опять возникает проблема. Во-первых, как его закрыть? Вот вам одна интересная особенность автодома-навигатор. Закрыть этот люк изнутри невозможно. Но здесь есть отдельное окошко. Опять же, если вы любите свежий воздух. И, соответственно, можно сделать вот такой сквознячок. И, опять же, чтобы вас не донимали комары и прочие москиты, здесь есть москитная сетка. А чтобы вас не донимали соседи по кемпер-паркур, есть жалюзи. Так что можно максимально уединиться. Сверху, естественно, опять полки, 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 полки. Розетка, 12 вольт, два USB-порта. Если в этом автодоме вы не сможете что-то зарядить, то, кажется, у вас слишком много гаджетов. Вам нужно обратиться к специалистам. Еще полки. И да. Вот это все. Еще и дополнительное спальное место. Сейчас будем его разбирать. Для начала демонтируем стол. Складываем ногу. Куда-то его убираем. Складываем вторую ногу. Вот, кстати, для тех, у кого были вопросы, как он крепится. Крепится он вот таким вот интересным приспособлением. Явно кастомного вида. Ну, выглядит довольно надежным. Итак, все убрали. Убрали подлокотники. Подняли сидушку. Все это по направляющим подвинули вперед. Очень легкая. Вообще труда не составит. Более. Не двигается. Секундочку. Я смог. Дальше. В обязательном порядке вынимаем подголовники. Иначе спинки сидений не опустятся. И вот этими ремешками опускаем все вниз. Красота. Сейчас примерим. Подушка. О, импровизированная. Итак. Церковой номер. Ну, что я могу вам сказать. Мой рост 183 сантиметра. Я здесь помещаюсь, ну, впритык. Кровать, скорее, полутораспальная. Ну, слушайте, в тесноте да не в обиде. В путешествии здесь можно и вдвоем поспать. Ну, а более габаритные люди могут разместиться на другом спальном месте. Пойдем его и посмотрим. Для начала убираем остатки стола. И здесь, над местом водителя и переднего пассажира, вот такая вот серьезная кровать. Набираемся внутрь. Слушайте, ну, опять же, в тесноте да не в обиде. Вдвоем здесь спать, ну, можно. Можно спать вдвоем. Плюс ко всему есть вот отдельная вентиляция с отдельным пультом управления. Есть всякие полочки здесь, куда можно там книжки положить, какие-нибудь гаджеты. Что вы обычно делаете перед сном. Есть шторки. Можно отгородиться, так сказать, от остальной части салона, уединиться с вашей второй половиной. Ну и окно. Здесь можно провожать закаты, встречать рассветы. Все по красоте. Жаль, только спать сейчас не хочется. Я поэтому сел бы за руль. И давайте уже выясним, как этот автодом-навигатор едет. Первое, на чем я хотел бы акцентировать ваше внимание, это то, что я еду не пристегнутый. И дело совсем не в том, что мы тестируем этот автодом на закрытой территории. Просто здесь уже не работает ремень безопасности. Правда, ребята из Автокемпер Пром здесь вообще ни при чем. Это чисто УАЗовская фишка. Ну и во всем остальном это, в общем-то, самый обыкновенный УАЗ Патриот. Он довольно лениво поворачивает, довольно вял тормозит. Не слишком интенсивно разгоняется. Ну а для того, чтобы взаимодействовать с коробкой передач, здесь нужна определенная сноровка. Например, чтобы попасть в третью ступень. Ну а пятая, как всегда, включается вот в личном пространстве переднего пассажира. С другой стороны, ну а какой еще крупный отечественный внедорожник можно взять для реализации вот настолько масштабного проекта? Я, честно говоря, у ума не приложу. Поэтому, закладывая бюджет на покупку такого автомобиля, сразу закладывайте и деньги на то, что вам нужно будет допилить исходную конструкцию УАЗа. Кстати говоря, о ценах. Вот такой вот автодом-навигатор в самой богатой комплектации стоит 5 миллионов 750 тысяч рублей. Это уже будет машина со всем необходимым. С кухней, с телевизором, со стиральной машиной. Но от части этих опций можно отказаться и скинуть с ценника, ну, пару сотен тысяч рублей. И если в вашей голове закралась мысль, да кому он нафиг нужен за такие деньги, то я спешу вас разочаровать. Ребята из Автокемпер Пром рассказали нам, что уже собрали несколько десятков предварительных заказов. Понятно, что большинство из них это неоплаченные брони. Но план такой, что будут выпускать по одному-два таких автомобиля каждый месяц. Да, проверь все двери снаружи, закрой все окна, протяни все замки, возьми вот эту вот связку ключей и все-все-все закрой, чтобы у тебя ничего не вывалилось. Например, какой-нибудь газовый баллон на ходу. Но главный недостаток лично для меня этого автомобиля, что у него, как и у Гранты, при цене почти в 6 миллионов рублей, черт побери, нет камеры заднего вида. И из-за этого маневрировать на этой тачке, ну, очень некомфортно, особенно в тесных пространствах. Хотя, на самом деле, обзорность здесь лучше, чем у неоднократно упомянутой Гранты. Зеркала большие, площадь остекления тоже большая. И есть еще один маленький лайфхак. Для того, чтобы вам было удобнее сдавать назад, просто в жилом модуле не закрывайте дверь в санузел. Там есть окошко, вот его тоже не зашторивайте. И когда будете сдавать назад, в салонном зеркале заднего вида, будете видеть, что творится за автомобилем. Правда, на высоте почти полутора метров. Ну, а еще лично меня конкретно в этом экземпляре несколько раздражает работа педали сцепления. Потому что после того, как вы включите заднюю передачу, а потом соберетесь тронуться вперед, то она как будто к чему-то прилипает. Но это опять же, к ребятам из Автокемперпром никаких вопросов по этому поводу быть не может. Все делаю в особенностях донорского автомобиля. Но вообще я, конечно, должен отметить, что маневрировать и ездить на этом автомобиле куда проще, чем на Гранте. Отчасти потому, что ты просто-напросто не боишься зацепить какие-нибудь бордюры, потому что тачка высокая и, в принципе, через бордюрный камень вот такой высоты можно свободно разворачиваться. Безусловно, прямо сейчас в навигаторе есть что доделать, есть что допилить и совершенно точно есть что улучшить. Но на самом деле уже сейчас, как концепция, ну это, блин, очень интересная модель. И чтобы вы просто понимали, насколько она интересная, вот прям буквально перед тем, как сесть за руль этой тачки, я поговорил с руководителем компании Автокемперпром, и он сказал, что только что ему набрали из Краснодарского края и сказали о том, что хотят купить пять таких автомобилей, чтобы открыть там их прокат. А значит, будущее у этого проекта определенно есть. И теперь вы знаете об УАЗ-навигатор, все, что нужно знать о нем прямо сейчас. И если вы хотите больше УАЗов с интересными названиями и необычными доработками, то обязательно посмотрите наш обзор УАЗа-председатель, который, кстати говоря, мы снимали в Краснодарском крае. Ссылка будет в описании. Не забывайте о том, что с вас лайки, подписки, комментарии, а с нас годный контент. Помните, хорошие машины продаются на Автору. Берегите себя, скоро увидимся. Автор субтитров А.Семкин